На мой взгляд, они не должны реагировать на эту информацию, потому что, в целом, я вас уверяю, что они знают это все существенно лучше и глубже, и шире. А, собственно говоря, почему они должны как-то реагировать? Надо задаться вопросом, почему они должны реагировать? То есть, я это уже, наверное, 300 раз произносил сейчас. Официально на каждом заведении государственной власти можно написать «Да, мы офигели, ну и что?» Поэтому, собственно говоря, что тут особенного? Ну да, они делают то, что дальше-то что? Всегда за этим следует вопрос. Ну, хорошо, ну вот там, нет, нет, это противно, да, то есть, упаси Господь, я это там не поддерживаю, что происходит с господином Чайкин, но дальше-то чего? Люди, когда делали ту электоральную систему и подходят к себе, что их задача в строительстве государства российского, это раз там в 4 или в 6 лет бюллетню бросить, они заслуживают того, что происходит на территории 1,6, 1,4, 5 части суши. То есть, когда мы, условно говоря, с вами начинаем ремонтировать квартиру, мы почему-то, понятно, кто-то лучше, кто-то хуже, но тем не менее, мы делаем какой-то план. Ну вот делаем там, рисуем там, в зависимости от фантазии. Здесь там, условно говоря, будет там, ну если ванная, там ванночка, здесь будет полотенечко. Что-то прикидываем, ходим по магазинам, то есть, делаем еще какой-то выбор, да, то есть, мы прикидываем, что куда поставить. То есть, план, предварительный план, потом это все отдаем строилам, покупаем материал за свои деньги, потом даем денег строителям, еще их контролируем регулярно. То есть, делаем минимум 6 действий. Еще, как правило, 7 действий мы еще очень сильно недовольны, потому что все строители сволочи и делают не то. Но при этом мы сделали 7 движений, когда мы делаем свою ванну или там какой-то мой мелкий ремонт. Хочется задать вопрос, вот прямо что называется. Пользуюсь случаем, черт побери, если мы с вами при ремонте там ванной 2 на 2 делаем план, спрашиваем со строителей, то черт побери, почему же, если мы хотим жить в каком-то государстве, там, я сейчас не ограничиваю выбор граждан, любое. Хотите тоталитарное государство себе делайте, делайте. Хотите демократическое, делайте. Но черт побери, что же вы ничего не делаете-то? А если вы ничего не делаете и считаете, что некий мифологический человек, Вася, Петя, Навальный, Потапенко, Путин, должен за вас все делать, то я вас вынужден огорчить. Если у вас нет плана, чего вы хотите получить на выходе, нет контроля постоянного, нет возможности выгнать этих строителей, и вы сами у себя эту возможность отбираете тем, что говорит, что это не мое, то, собственно говоря, вы получаете ту ванну, в которую вас запускают тогда, когда считают эти рабочие, вы получаете ее по той стоимости, по которой считают эти рабочие, вы получаете в том кафеле, плитке и во всем остальном, и вообще в том месте, в котором считают рабочие. Поэтому господин Чайка с его детьми, это всего лишь звенья цепочки. Я вас уверяю, что даже если завтра будут опубликованы такие же исследования по всем главам, а я могу сказать, что, поскольку я неплохо знаю внутрянку всех наших властей, ничего не будет, от слова совсем, потому что народу главное, чтобы ему паечку давали, он не хочет внутренних свобод. Это, к сожалению, вот эта большая проблема, а не в господине Чайке, потому что мы, как рабы, к сожалению, мечтаем о других слугах, а не о внутренней свободе. Вот эта проблема для меня, по крайней мере, точно.